Районный ресурсный центр на базе средней школы номер 20 имени Карбышева был создан год назад и не случайно, ведь именно это учебное заведение славится в Бресте не только своими богатыми традициями в области науки и культуры, но и эффективной работой с молодежью в сфере патриотического воспитания, возглавляет центр Наталья Лукашевич. На протяжении всего учебного года ведется активная работа центра. Ребята активно принимают участие в месячниках по гражданско-патриотическому воспитанию в феврале и в мае месяце, несут вахты памяти на посту номер один у Вечного огня Брестской крепости Герои. Актив БРСМ активно проводит мероприятия, участвует в месячниках по благоустройству и наведению порядка. Ребятам нравится, ребята активно принимают участие, их не надо заставлять, они приходят сами, проявляют инициативу, у них много идей. Районный ресурсный центр аккумулирует в себе все современные подходы в области воспитания детей в духе гражданственности и патриотизма. Мероприятия, которые еженедельно проходят в стенах 20-й школы, пользуются спросом как у учащихся учебного заведения, так и у гостей. К слову, учреждение, которое носит почетное звание Героя Советского Союза, имеет еще одну особенную характеристику. Это единственная школа в городе, в которой расположены сразу три музея. Их деятельность – неотъемлемая часть ресурсного центра. Музей, посвященный имени Дмитрия Михайловича Карбаша, является флагманом по гражданскому патриотическому воспитанию. Мы не ограничиваемся музейной работой в стенах нашей школы. Реализуются проекты с городским советом ветеранов, с Ленинским советом ветеранов. Средняя школа номер 20 не ограничивается музеем, посвященным генералу Советского Союза. Практически каждый кабинет, хоть минимально, хоть микроэкспозицию, но имеет. Посвящен и белорусской культуре, белорусской этнографии. Есть музей города Москвы. Каждую субботу приходим, репетируем. Мы что-то новое добавляем всегда, интерактивные действия. Вначале тоже сейчас будем добавлять. Центр помогает сделать работу с учащимися еще более слаженной и продуктивной, и расширить кругозор юных брещан и способствовать их нравственному становлению. В ходе совета директоров были подведены итоги работы и обозначены планы на будущее.